В новой только что отстроенной 42-й школе Вологды уже начались проблемы. Об этом пишут родители в социальных сетях, чьи дети пойдут 1 сентября в это образовательное учреждение. В постах в интернете публикуются фотографии с затопленной проезжей частью около школы, а также треснувшим покрытием нового стадиона. Так ли это на самом деле наша съемочная группа проверила на месте? Прошедшие ливневые дожди показали, что отсутствуют на данном участке дождеприемные колодцы. Руководством департамента градостроительства и проектной организации было принято решение построить дополнительные колодцы. В данный момент вы видите, что железобетон для устройства колодцев подвезен, и в ближайшие 2-3 дня колодцы будут поставлены на место, и данная ситуация будет полностью ликвидирована. То есть родителям не стоит опасаться, что данный участок и дальше подвергнется подтоплению. Я хочу добавить, что колодцы все равно были бы поставлены, просто небольшое опоздание получилось. Ливневые дожди пришли немножко раньше, чем мы рассчитывали. На двух участках, где было подтопление, поставлены будут дождеприемные колодцы. Насыпали чуть больше сперва. Это искусственное покрытие. Между вот этими вот травинками зелеными засыпано специальным составом, резиновой крошкой, чтобы наши футболисты, дети, если падают, то было не больно. И вот что произошло-то в итоге? А что? Так ничего не произошло. Вы же видите, мы ходим по этому полю. А на искусственное покрытие тут нечему трещать. Соответственно, асфальт тоже весь целый, ничего не треснуло. Лишняя крошка просто вышла, и все. Когда люди бегают по полю, она, как говорится, на ногах разносится по всему полю сама. А когда нету ничего, так вот частично она вот получается. Дождь большой прошел, где-то вот ее вымыло на поверхность. Мы с вами прошли практически по всей школе, побывали во многих местах ее. И вы видели, что строительные работы на данном этапе закончены. Сейчас в помещение школы заносится, мебель расставляется, собирается. Школа готовится к своему первому учебному сезону. Ну, после этого, сами понимаете, когда заносят мебель, бывают где-то сколы, царапины. Естественно, после заноса мебели мы это все постараемся убрать, чтобы наши дети взошли в новую, хорошую, красивую школу. Хочу добавить, что если в процессе эксплуатации здания появятся какие-то недочеты, значит, подрядная организация дает гарантию на 5 лет. В течение 5 лет, значит, мы будем устранять все замечания, выявленные замечания. КОНЕЦ